Всем большой привет из Прованса! Поздравляю всех с наступающей Пасхой, с православной Пасхой! Сегодня у нас чистый четверг, мы уже прибрали дом, всё постирали, всё чисто, хорошо. Поэтому сейчас мы на прогулочке на часовой. Очень-очень жарко в Провансе. И сколько у нас сегодня градусов? Ой, наверное, градусов на солнышке 27. Поэтому мы идём здесь такие в шарфиках на голове. Сегодня даже с нами Владислав, вон они где-то там идут. Что я вам хотела сказать? Хотела сказать, что в принципе всё нормально. Как вы вчера видели, продукты есть в магазинах, что-то есть, чего-то нет. В магазине разрешили вдвоём ходить. Соблюдать меры гигиены, стараться не приближаться к друг другу. Что касается, французов соблюдают или нет, вы сами видели. Кто-то соблюдает, кто-то совершенно не соблюдает. Вот. Все ждут, не дождутся. Уже 11 мая, чтобы всех выпустили. Мне кто-то пишет, что у нас ещё раздолье. Разрешили гулять. Да. Хотя бы один километр. Да, у нас, можно сказать, что так раздолье. А в принципе, сильно нового ничего нет. Маски в магазины так и не поступили. В аптеке. На аптеках вывешали объявление. Масок нет. Звоните президенту. Три номера. Президента, министра и здоровья там. Ну, такие, если вчера выставили в Инстаграм, кто подходил к аптекам. Поэтому и смех, и грех. Что ещё у нас? Новый Александр сегодня на выходном. И потом он работает. Вы спрашивали, как дела у Лильяна и у Даниэль. Ну, у Лильяна всё нормально. Ходит, гуляет по целому часу. Для него даже это лучше, чем когда он сидел дома. Так, а у Даниэль? Даниэль скучает немного, потому что ей скучно находиться. Она очень подвижная и ей очень-очень скучно. А так, в принципе, тоже вчера они позвонили. Сказали, что всё нормально. Но все французы сейчас беспокоятся дальше больше уже не из-за вируса, а из-за экономической ситуации, что произойдёт в стране. Ну, надеяться, что выйдем, когда с карантина, то по-быстрому всё наладится. Ну, посмотрим, как всё это будет. Так, что, конечно, с другими странами поставок, сказали, продуктов будет чуть-чуть поменьше. Будут поставки, но будет меньше. И в основном будут продавать продукты нашего производства, французского. И вот французы беспокоятся, что цены, конечно, взлетят очень сильно. Тоже, что мне здесь сказать. Конечно, цены поднимутся на мясо, на молочку, на фрукты, на овощи. Уже кто-то мне писал из других регионов, девочки, что на овощи в 40 раз у кого-то поднялись цены. Я вчера... Ну, и заметно, что поднимаются. У нас, наоборот, меньше овощей и фруктов. Не было даже капусты вчера в магазине. А так, в принципе, цены сезонные. Каждый сезон цены меняются, поэтому цены такие сезонные, можно так сказать. Если сейчас не сезон яблок, они автоматически поднимаются в цене. Если не сезон апельсин и лимонов, они тоже поднимаются в цене. Ну, и пока вот такие новости. Ничего нового нет. В Париже новый всплеск заболевания. Потому что парижане не очень там, говорят, соблюдают. Хотя девочки тоже писали, что в Париже очень мало народу. Если будет что-то новое, я буду рассказывать. Пошли мы гулять. Да, я слышала, что у вас по телевизору объявили там в некоторых регионах, что лучше закупить некоторые продукты. Что ждут также, что будет дефицит в магазинах. Правда или нет, напишите мне в комментариях. Даже я видела, несколько русских блогеров выставили видео, что нужно закупать, чтобы были запасы. Что районы объявили, что возможно, что не будет продуктов. Что в основном люди что закупают? Как всегда, муку, крупу, сахар. А их призывают закупать немного другие продукты, про которые мы вам говорили. Консервы, жиры, заморозку. Даже некоторые, я слышала, купили по второму морозильной камере. Ну, я думаю, что мы сегодня вот с сестрами говорили, что мы уже все это переживали, когда были маленькие. Правда, у нас в памяти это не оставило такого черного пятна. 90-е годы, когда были талоны, когда все было по талонам. Не знаю, мы были очень маленькие и счастливые с нашими родителями. Поэтому, ну, помню, стояли в очередях, покупали по талонам. Шоколада не было. Были одни карамельки, ириски, буратино. Были пряники, овсяные пряники. Не знаю, мы такие были счастливые какие-то, раскованные. Радовались каждой мелочи. Родители всегда были на позитиве, старались быть, не стрессировать. О, бассейн французы пооткрыли. Поэтому у меня каких-то таких черных воспоминаний нет. И вот мы ходили, помню, в очереди стояли, чтобы купить какие-то продукты. Пряники тульские, это вообще была роскошь. Помню, покупали только по несколько штук, давали там по два, что ли, пряника. И простые пряники мятные. Тоже был дефицит. Помню, у мамы был день рождения, воспоминания сегодня. Салют! 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 Типром надо! Салют! Он говорит, воздухом подышать, очень хорошо, вот здесь хорошо так. Тя, бют ульмон, дельсон, уве? Лепесина. Лепесина. А, говорит, какое счастье. Смотрите, бассейны. А, и у мамы был день рождения. Мы были маленькие. Мы маме говорим, мам, мы хотим тебе подарок сделать. Сильно-сильно. Дай нам небольшую денежку, мы пойдем тебе сюрприз купим. Она нам там сколько-то рублей дала, не помню. И вот мы пошли в магазин. Я вот помню магазин, где продавались различные ткани. Было ткани не очень много, и там же сразу бижутерия продавалась. И вот мы искали, искали. Чтобы выбрать на эти денежки, ничего не могли найти. И нашли ей бусы. Такие зеленые, как будто бы малахитовые. Может, это и был и недорогой камень, и какой-то простой. Но мне так на всю жизнь запомнились эти бусы, что, не знаю, они даже до сих пор стоят. У меня в глазах. И мама, кстати, их носила потом. Очень-очень долго была учительная. У меня было зеленое платье, потому что раньше одежды тоже не было в эти времена. И я однопортниха шила платье, потому что ученики же всегда, знаете, если учительница долго в одном платье ходит, они спрашивают, А что бы в одном платье, помню, она рассказывала. И вот она заказывала, копила деньги, заказывала на заказ себе несколько платьев на учебный год. И эти платья меняла. И вот эти бусы подошли очень к одному из платьев. А портниха у ней была аж в городе, в Барнауле. Мы жили в деревне Троицкое, в районном поселке. А портниха была у бабушки моей, знакомая, которая там на заказ шила платье. И вот мама у ней заказывала. Потом мы приезжали за 80 километров, на каникулы забирали эти платья и вот эти бусы. Да, еще помню очень было. Папа, чтобы маме на день рождения сделать подарок, украшения тоже не было. Украшения были очень, знаешь, по дефициту. Вот эти все сережки позолоченные, с камушками с каким-то. Он там заказывал за год эти сережки, чтобы привезли ему. Помню, как однажды ковер в кредит покупали. Тогда уже кредиты были, платили. Еще мне вот запомнилось. У меня на кухне, я вам показывала, висит подносик, который я даже сюда привезла. И вот такие подносы маленькие тоже была редкость. Я помню, папа пошел в магазин и их завезли. И он купил два подносика, которые у меня не остались. Не осталось. И мама ему говорит, ты бы еще хоть один сходил, купил. И вот он пошел второй раз в магазин, чтобы купить поднос, который у меня остался на всю жизнь. А помните, как заказывали по... Тоже это была достаточно такая по блату покупка, когда заказывали книги, тома. Раньше все родители наши любили собирать книги. Вот Достоевского там 12 томов, Толстого, Война и мир. И вот ставить в такие стенки. Не знаю, стенки такие были, они называли стенки, мебель. Вот, все было. Радовались каждой мелочи, каждой книжке, каждой жевательной резинке. Не помню, как в Союз Печати продавали жвачку, жевательную резинку. То ли белочка, то ли еще как-то. Не помню. Казалось вкуснее. А, такие жевательные сигареты были. Ой, это вообще было что-то. Такие пачечки, там как сигареты, это жевательная резинка была. Я даже вкус помню, я даже вкус помню. Ой, а еще, знаете, вспомнила, когда у нас был день рождения, нам очень-очень с сестрой, со Светланой, хотелось посуду для кукол. А эта посуда в игрушечных магазинах было кое-что, но мало всего было. Никак сейчас. И вот эта посудка стоила тоже очень-очень дорого. И как мы мечтали об этом, помню, со Светланой. Нам родители когда подарили на двоих одну эту посудку для кукол. Вот было счастье. Мы там и ей играли. Играли, наиграться не могли. А на Новый год, я вот не помню, что у нас какие-то подарки были, как французским детям завал подарков на Рождество. Им же здесь некоторые даже кредиты берут, чтобы покупать подарки. У нас был кулек конфет, большая елка, мандарины и шоколадки. Не знаю, может быть, только в нашей семье было так. Напишите ваши воспоминания. Какие к вам у вас самые такие детские воспоминания? А вообще было хорошо. Детские воспоминания, они самые добрые, самые светлые. И вот сейчас, вот в эти времена, очень часто приходят детские воспоминания. Я завидую всем, у кого все нормально с родителями, у кого родители живы и здоровы. Когда вы можете просто набрать номер и позвонить своим родителям, папе, маме, бабушке, дедушке. У нас такой возможности уже нет. Поэтому мы их всегда любим, помним. И берегите родителей. Наберите их телефон. Спросите, как у них дела, как они себя чувствуют. И оставайтесь в семье ближе. Оставайтесь поближе ко всем родственникам, ко всем людям, близким. Это самое-самое детям самое главное. Всех люблю, целую. И до встречи в Провансе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok